Я включаю у себя демонстрацию экрана. Вот скажите, как ее видно, видно ли нормально? Видно нормально. Ну вот сбоку идут эти слайды, их можно убрать, если вы хотите. Мне просто проще как-то ориентироваться, когда я вижу следующий слайд. Все отлично, хорошо, тогда все от вас. Если мы их не убирать, тогда мы прощем их не убирать. Хорошо, хорошо, спасибо. Окей, ну тогда начинаем. Теперь эта лекция, она называется «Археологическая коллекция Платона Устинова». Теперь она у меня построена, получилась из трех частей. Мы вначале немножко поговорим о истории самого района, где жил Платон Устинов в Яфо, об истории американской колонии, American colony так называемая. Ну, мы пробежимся по ней буквально по верхам. Потом поговорим немножечко о личности Платона Устинова, откуда он взялся, как его занесло каким ветром в Яфо и как через 40 лет вообще его отсюда унесло дальше. Ну и вторую часть, третью часть даже моей лекции я посвящаю полностью коллекции Платона Устинова, которая у нас сегодня находится в археологическом музее в Осло, Норвегии. Ну вот на первом слайде это как раз коллекция Платона Устинова в музее в Осло, как она сейчас выглядит. И нужно сказать, что несколько экспонатов, которые здесь на этой фотографии представлены, они изначально не были частью коллекции Устинова. Они приехали в Норвегию в 70-е годы из Израиля по обмену. То есть у нас часть археологической коллекции, потом был обмен. Часть экспонатов вернулись к нам сюда, а часть уехали в Норвегию. Это такое было сотрудничество между Осло и Израилем. Мы к этому с вами немножко подберемся, но вот изначально этого асуария в коллекции Устинова не было. Окей, мы все-таки с вами идем дальше и немножко поговорим об американской колонии. Очень красивая открытка. Это открытка начала 20 века, которая показывает нам американскую колонию, наверное, на пике расцвета этого района. Вот этот огромный трехэтажный особняк мы видим на этой картинке только его угол. Это как раз-таки особняк, который принадлежал семье барона Устинова. Напротив церковь. И вот эти вот интересные очень домики, как будто сошедшие с картинки до голливудского фильма, рассказывающего там какую-нибудь историю в индейцах, вестерн, скачки. Но сложно их увидеть здесь у нас на Святой Земле. История американской колонии вообще начинается с вот этого интересного человека, которого звали Джордж Джон Адамс. Он был бывший актер, и его в какой-то момент просто садили с поезда в небольшом местечке Джон Спорт в Америке. Благодаря своему актерскому таланту он довольно быстро там обжился, стал местным проповедником и начал привлекать паству. По всей видимости, он создал некое сообщество, некоторую секту, которая называлась Церковь Святых Последних Дней. И он рассказывал о том, что нужно обязательно ехать на Святую Землю, нужно ее облагораживать. И тогда, значит, Мессия сойдет с небес. Он же рассказывал заинтересовавшимся жителям штата Мэн, сказку, что уже он присмотрел большой участок земли в Палестине, и можно туда переезжать и строиться. Под этот проект были собраны деньги. В общем-то, жители штата Мэн тогда уже знали о пристрастии Джорджа Джонса Адамса к алкоголю. И они одного его в Палестину не отпустили, они отправили вместе с ним Эйба Маккензи, индейца, который не пил алкоголь. Вот они вдвоем отправляются в Палестину. И это мы с вами говорим, что это у нас вторая половина XIX века. И здесь договариваются о предварительной покупке земли. Но на самом деле здесь землю покупать было очень сложно. Земля продавалась в ту пору здесь только жителям, гражданам Османской империи. И они договариваются с Генри Левенталем, торговцем недвижимости, о покупке участка земли. Но сделка еще не закончена, а им уже нужно возвращаться обратно в Америку. И вот они собираются назад. И Генри Левенталь посылает им письмо, что сделка не состоялась, что сделка сорвалась. Вот об этом Адамс своим последователям не говорит. И они начинают собираться в далекий путь. Продают все свои имущества, покупают 21 складно-деревянный дом и ждут дня отплытия к далеким берегам Святой Земли. Около 35 семей собираются в дорогу. Теперь, так как у них были вот эти складные деревянные дома, то им нужен был большой достаточно корабль, чтобы погрузиться. И никто не готов был их брать за те деньги, которые они за это предлагали. В итоге на этот проект согласился капитан Экли Нортон, владелец корабля Нелли Чапин. И вот они погрузились, их было 168 человек. И корабль пристал через какое-то время к берегам Яв. Сгрузили их домики на берег, сборные домики. И тут оказалось, что никакой земли у колонистов нет. Временное какое-то убежище. Им находит тот же самый торговец недвижимостью Генри Левенталь, который, видимо, чувствует какую-то ответственность за этих колонистов. Ну и он же, в общем-то, помогает им с покупкой 10-ти акрового земельного участка. Изначально тот клочок земли, который им выделили под обустройство, он оказался рядом с бывшим кладбищем, холерным кладбищем. И в течение месяца 16 колонистов, к сожалению, заболели и умерли. Ну вот, 25 октября колонисты начинают, наконец, строиться на своем постоянном участке. Это очень красивый район Тель-Авива сейчас. И он как бы отличается от всего того, что мы можем ожидать увидеть в Тель-Авиве. Он такой очень уютненький, очень чистенький. Сейчас прямо скажем, что это элитный район. Понятно, что таким в середине 19 века он не был. Теперь эти люди, они не были строителями. Они были по большей части матросами, рыбаками, людьми, которые занимаются чем-то морским. Совершенно не крестьяне, не работники сельского хозяйства и не строители. И вот у них возникли многочисленные проблемы со сборкой этих домиков. То есть из всех привезенных домиков, из 21 домика, говорят, собрать удалось 17, а остальные были испорчены. Ну вот несколько домиков, то, что мы с вами здесь видим, да, это уже реставрированные, но оригинальные из тех, что привезены были изначально. Ну и в этом же районе, да, вот эта очень красивая церковь. Про нее отдельная история на самом деле, но место под церковь было подарено уже попозже именно Платоном Устиновым и не американцам, а общине темплеров, которые потом на это место пришли взамен американцев. Но об этом мы с вами еще тоже обязательно поговорим. Угловой дом сейчас – это музей, который называется сейчас «Дом дружбы со штатом Мэн». Владеет им Рид Холмс, потомок одного из колонистов. Он и его супруга выкупили этот дом и устроили в нем небольшой музей, посвященный истории американской колонии. Музей этот, как правило, не действует, он некоторые только в зимние месяцы открывает свои двери для посетителей. Ну вот, собственно, сами супруги Холмс, но это очень давно, они сфотографировались возле памятника. Да, там, где изначально был первый американский лагерь, когда они только сгрузили свои деревянные домики с кораблян Нелли Чапик. Сейчас они уже совсем старенькие. А теперь капитан Экли Нортон, он проникся идеями колонистов и решил остаться в Палестине. Всех членов своей команды он отправляет домой, выплачивает им жалования. Складного дома у капитана не было, строить ему было нечего. И тогда он вытаскивает на берег свой старый корабль и, разобрав корабль на доске, строит из них дом. Вот этот дом, он на самом деле один из самых красивых в районе. И он не так давно был отреставрирован. Теперь были еще такие колонисты, братья Дрейско. Они не смогли как раз из своего сборного домика, из своих сборных домиков что-то построить. Они собрали все то, что у них от этих сборных домиков осталось. И общими усилиями, так сказать, построили вот этот дом. Вы видите, что он, в общем-то, каменный, не деревянный. И чуть позже они открыли в этом доме гостиницу под названием Гранд Отель. И вот, значит, на самом деле, промаявшись год, американские колонисты поняли, что у них не идет, что этот проект им не по силам. И начали собираться обратно. Говорят, что земля, я не знаю, насколько это верно, но что в штате Мэн очень хорошая плодородная почва, что там вырастет даже черенок от лопаты. А здесь земля в основном песок, ракушечник, сложная климатическая ситуация. Да, у нас очень жарко здесь летом, большую часть года у нас очень жарко. Засухи, незнакомые болезни, сорванные поставки, мелкие пакости со стороны соседей арабов. В общем, все это приводило колонистов в отчаяние. И большинство из них решило вернуться домой. И тут мы встречаемся первый раз с товарищем, которого звали Питер Мартин Метцлер, который у них выкупает брошенные дома. Ну и, в общем-то, можем сказать, что он обогащается за счет этой американской колонии. К Питеру Мартину Метцлеру мы еще с вами вернемся. Единственный из американских колонистов, который остался в Яфо, это семья Роула Флойда, который купил в Америке перед отплытием дилижанс, сумел его привезти на корабле. И, в общем-то, здесь на основе этого дилижанса он открыл туристическое агентство. Возит паломников и туристов из Яфо в Иерусалим и на этом неплохо зарабатывает. Вот его семья осталась. Их дом – это вот этот домик сейчас в этом районе американской колонии. На нем даже написано «Дом Роула Флойда». Ну и Марк Твен, который совершал путешествия в Палестину как раз в эти годы, он встретил возвращающихся из Яфо неудачников и отметил их в своей книжке «Простаки за границей». А вот он пишет «В Яфе мы приняли набор человек-сорок из одной знаменитой общины. Я имею в виду уявскую колонию Адамса. В Яфе остались мистер Адамс, супругой, и 15 неудачников без гроша в кармане, не знавших, что им делать, куда податься. Они отвечали неохотно, отрывочно, ибо их пророк бессовестно надул их, и они чувствовали себя униженными и несчастными. Колония потерпела полный афиаск. Это вот то, что касается американской колонии. Тем не менее, остались вот эти домики, построенные, как сошедшие из картинки вестерна. И помните, Питер Мартин Метцлер, который купил эти домики за бесценок, и который, в общем-то, начал строить тот дом, который мы потом будем знать, как дом Платона Устинова. На этой картинке – это очередная открытка, которая показывает нам американскую колонию в конце XIX века, уже после того, как американцы ее покинули. И здесь обосновалась община темплеров. Про темплеров как-нибудь в следующий раз вам расскажу. Но вот этот дом с белым фасадом, с пятью окнами, с тремя этажами – это как раз будущий дом Платона Устинова. Сейчас мы к нему потихонечку подберемся. Начнем мы немножечко издали. И поговорим вообще о том, кто такие Устиновы. Дед Михаил Адрианович Устинов, дед Платона Устинова, купец Саратова и винный откупщик, который в первые десятилетия XIX века служил богатейшими жителей Нижнего Поволжья и получил от правительства потомственное дворянство. Он скупил в одной только Саратовской губернии сто тысяч десятин земли, на которой его потомками были обустроены имения Бекова, Грабова, Устинова, Алмазовка и другие. Что такое винный откупщик? Во многих губерниях русское правительство давало на откуп определенные отрасли, допустим, торговую зерном или табаком. Ну вот что значит винный откупщик? Значит, он занимался сбором налогов от продажи алкоголя в этой своей Саратовской губернии. Это ты обязываешься государству в определенной сумме, и потом, если ты собрал налогов меньше, чем эта сумма, то это, в общем-то, твои проблемы. А если ты снял налогов со своей губернии больше, чем эта сумма, то, в общем-то, разницу ты положил себе в карман. Это все гораздо сложнее, чем я сейчас пытаюсь вам объяснить, но в любом случае принцип понять. Есть у нас с вами даже семейный герб, который был у семьи Устиновых. Очень красивый такой герб. На нем изображены вот тут внизу в красном квадрате это пресс для соли, вверху вот это крыло орла, звездочка, и тут вот два полоса пшеницы, и над ними пчелка. Есть, видите, даже как выглядел Михаил Андрианович Устинов. Это не фотография, это еще картина. Ну и у Михаила Андриановича, у него было несколько сыновей, и вот один из них Григорий Михайлович Устинов. Соответственно, он у нас отец Платона Устинова. Сделал он военную карьеру, надворный советник, владелец села Алмазово. Считается, что из сыновей Михаила Андриановича он был, в общем-то, самый беспутный. Поселил жену в своем городском доме, а сам, значит, занимался всяким разным, но только, в общем-то, не делом. Но, тем не менее, имел от жены дочь Лидию и троих сыновей. Вот как раз Михаила, Платона и Григория. Вот Платон, это как раз наш с вами главный персонаж сегодняшний, Платон Устинов. Годы жизни, посмотрите, 1840-й, 1920-й. То есть 80 лет он прожил. Очень такая жизнь у него была наполненная и путешествиями, и разнообразными страстями, и древностями, и чего только он в своей жизни не повидал. Ну, вот, в общем-то, такой молодой человек, Платон Григорьевич Устинов, значит, тоже хотел, видимо, изначально делать военную карьеру, как любой русский дворянин, получил образование военной академица в Петербурге, а затем служил офицером кавалерийского полка. Но случилось так, что во время учений он упал с лошади и получил серьезную травму позвоночника. Пролежал в постели около года, после чего 10 лет страдал, ну, тут написано от тяжелой инвалидности, я понимаю, что тяжелой инвалидности у него не было, но, тем не менее, от болей в спине. И только когда он обосновался в Яфу, то эти боли в спине у него потихонечку прошли и успокоились. Ну, жаркий климат, купание в море, все эти вещи, они, естественно, влияли тоже на его здоровье положительно. Тем не менее, карьера военного у него закончилась этим падением с лошади. Теперь, по всей видимости, после того, как он так долго лечился, то и другие болезни у него какие-то появились, он мог себе позволить путешествовать, и врачи ему отрекомендовали путешествовать по южным странам. Германия, Франция, Италия, ну и Святая Земля. Какая-то болезнь легких его преследовала, что-то не очень серьезное, то есть там может быть астма какая-то, а может быть и нет. Тем не менее, значит, он отправился в Палестину после того, как врачи рекомендовали ему ее климат для лечения этой самой болезни. И вот на корабле, на котором он плыл, по всей видимости, из Греции или из Италии сюда, он встретил Питера Мартина Мецлера. А про Мецлера мы с вами уже говорили, что тот построил себе в Яфо, в бывшей американской колонии, огромнейший дом, который потом стал домом Устинова. Что он встретил Питера Мартина Мецлера и его жену Доротею, уроженную Бауэр. Там, в Яфо, у пары этой Мецлеров было сразу несколько предприятий. Паровая мельница, общежитие для паломников, торговля импортными европейскими товарами. И вот Устинов, когда приехал, первый раз в Палестину, в 1861-1862 году он жил как раз-таки в общежитии Мецлера. И в итоге стал их финансовым партнером. Когда его болезнь легких была вылечена, он вернулся в свою деревню, свою Устиновку, но оставил Мецлером значительную сумму денег, чтобы они могли основать миссионерскую школу и лазарет в Яфо. Через пару лет он вернулся проверить и был очень доволен, как Мецлеры распорядились его средствами. Теперь он снова уезжает, снова возвращается в Россию. И в 1869 году Устинов просит Мецлеров навестить его в Устиновке. Они приехали. Доротея Мецлер в это время была в положении. Вы знаете, что в 19 веке женщины достаточно часто умирали родами. И тут так же случилось. Значит, она родила и умерла. Знаем такую историю, что вроде бы, когда она поняла уже, что дело плохо, то она упросила Устинова жениться на ее старшей дочери. Теперь вы понимаете, что он русский, русский аристократ. Естественно, что он русский православный на тот момент. Они были лютеране, протестанты. И вот, значит, Доротея попросила его жениться на ее дочери Марии. И для этого он должен был перейти в протестантизм. Теперь 19 век, когда русские аристократы не имели права переходить в протестантизм. В этом случае они должны были эмигрировать из России. Ну и, в общем-то, лишались всех своих владений. Значит, Устинов переходит протестантизм, женится на Марии, но он успевает продать все свои поместья какому-то своему другу, прежде чем становится известно о том, что он, значит, от православия отказался. Пара переезжает сначала в графство Вютенберг. и там он был знаком с Ольгой, королевой Вертенбергской, которая, в общем-то, сама бывшая русская царевна. и, в общем-то, она помогла ему получить гражданство Германии и подтвердить его статус. То есть, таким образом, он из русского аристократа стал немецким бароном и получил приставку своей фамилии фон Устинов. Теперь с молодой женой Устинов переехал снова и стал жить в Яффо в бывшем доме Мецер. Однако брак их не был счастливым. По всей видимости, это не был брак по любви, а был брак по обещанию, и вскоре супруги разошлись. А вот это уже второй брак Устинова. Смотрите, между первым и вторым прошло 20 лет. Мы с вами говорим, что он сочетался с браком с Мэри Мецлер в 1865 году. А в 1889 он женился на Магдалине Холл. Она на тот момент была совсем молоденькой девушкой. Ее отцом был Мориц Холл, еврей из Кракова, который также был артиллеристом эфиопского короля Негуса Теодора со второго. Ее матерью была эфиопская придворная дама Катарина Холл. И у нее тоже было не совсем такое очень интересное происхождение. У нее отец получается был эфиоп, а мать немка. То есть смесь у детей Платона Устинова и Магдалины Холл в крови была совершенно такой коктейль из разных национальностей в итоге. Там была и немецкая и еврейская и эфиопская и русская кровь. У Платона Устинова и Магдалины Холл родилось четверо детей. Иона больше известный как Клоп Устинов он же отец очень известного актера Питера Устинова тот актер который играл Куаро все знают наверное я покажу потом как он выглядит дочь у них была Табита то есть Тавифа нам больше привычно русскому звучанию Питер Петя который погиб во время Первой мировой войны служил в армии и младший сын Григорий Грегорий но к тому времени тот район где они жили выглядел уже примерно вот таким вот образом это вот как раз конец 19 века район бывшей немецкой бывшей американской колонии извините ну и вот внук Платона Устинова Питер Устинов который деда в живых уже не застал он родился в тот год когда уже Платона Устинова не стало мы его хорошо знаем он известный актер его полное имя полученное при рождении звучало как Питер Александр Парон фон Устинов ну и вот сейчас мы с вами в общем-то уже переходим к основной теме нашей лекции а именно к археологической коллекции Платона Устинова да вот это архивная фотография которая нам показывает сад Платона Устинова который был возле его дома если мы немножечко присмотримся к этой фотографии я понимаю что она не очень хорошего качества достаточно мутная и нечеткая но тем не менее то что мы с вами здесь можем увидеть что здесь стоят ну по крайней мере на первом плане мы видим три капители колонн вот одна да видите вот вторая вот третья очень красивые резные капители скорее всего вот это четвертая капитель на заднем плане и вот это большой саркофаг это такой своего рода парк который был возле дома Платона Устинова и куда в общем-то допускались все желающие там погулять посидеть пообщаться на тот момент мы с вами говорим да помните в конце 19 века да в Яфу в общем-то народных парков в общем-то и не было это был единственный где могли собираться значит ну по большей части я так понимаю что это аристократическая публика все-таки какой-то как клуб да клуб аристократии Яф теперь обосновавшись в Яфу Платон Устинов начинает собирать свою коллекцию древности почему он начал ее собирать это на самом деле очень интересный вопрос говорят я читала много норвежских источников по этому поводу что он что он таким образом в общем-то помогал местному бедному населению поначалу то есть это вид вид помощи да и как бы покупая очередные древности он как бы чувствовал что он делает доброе дело но потом он потихонечку заинтересовался древностями и в итоге он покупает их огромными количествами десятки тысячи даже предметов скапливаются в резиденциях Устинова в Яфе и в Иерусалиме и практически все свое свободное время он тратит на уход за этими древностями на расстановку их по полочкам на прием гостей на то что он приходит и показывает эти древности кроме того он заметил Платон Устинов что мусульмане уничтожают еврейские и христианские древности и тоже хотел как-то их спасти очень любопытный был человек то есть ему было интересно все от доисторической керамики до арабской эпиграфии греческие римские арабские монеты старинные шкуры идуинские украшения то есть он собирал все подряд под свою коллекцию или как он стал ее называть музей он отвел целый музей вот этого огромного дома вообще считается что Платон Устинов вел такой очень открытый что ли образ жизни и очень много у него было разных чудачеств например воспоминаниях своих о дедушке о своей семье хотя говорили что Питер Устинов родился когда Платон Устинов уже умер тем не менее в семье остались какие-то воспоминания так вот Питер Устинов в своей книжке «Моя жизнь» вспоминает о том что дед его ел только шоколад ел только шампанское иногда он говорит заедал это все с паршей ну и в общем-то еще какое было его чудачество он любил ходить и купаться в море соответственно купаться в море гулым местные арабы наверняка на это все смотрели да можно себе это представить теперь начинается 20 век к тому времени вот такой образ жизни привольный довел до того что у Платона Устинова его капиталы закончились тогда он поначалу открыл в своем особняке гостиницу как-то скомпоновав свою семью видимо на верхних этажах а потом и вовсе решил уехать обратно в Россию дело в том что закончились те 40 лет ссылки которые он должен был официально жить за пределами родины это одна из причин что он решил уехать другая то что у него закончились деньги видимо он решил на родине поправить свое материальное положение так или иначе в 1913 году Устинов решил вернуться на родину он воспользовался связями своей жены с Иосифовским императором и продал ему все свое имущество в Иерусалиме затем продал свой дом в Яфу упаковал коллекцию древностей и отправился вместе со всей своей большой семьей в Лондон его планах было как можно скорее продать коллекцию древностей либо британскому музею либо Лувру но мы с вами помним что это случилось в 1913 году немножечко он не успел когда он прибыл в Лондон буквально практически сразу разразилась Первая мировая война он предложил свою коллекцию Лувру но Лувр сказал что это слишком дорого считается что Платон Устинов преувеличивал ценность своей коллекции сделка не состоялась но вот шла война коллекцию продать было невозможно переговоры с серьезными покупателями не продвигались часть сотрудников музея была призвана на военную службу и аукционы тоже не проводились и вот тогда оставив сыновей учиться в военном училище в Лондоне женой и дочерью Платон Устинов отправляется в нейтральную Норвегию и там христиане ему наконец удается продать свою коллекцию вот Петр Устинов исходя из семейных преданий пишет нам так последним шагом в Одиссеи моего деда был ослом где он продал свою коллекцию по смехотворной цене норвежскому судоходному магнату а затем отпул вместе с женой и дочерью табитой чтобы его поглотила тьма и смятение дальше мы очень мало чего знаем о Платоне Устинове дело в том что к тому времени наступил уже 1917 год и он прибыл в Россию как раз когда там начался весь этот полаган революции по всей видимости он хотел примкнуть к белогвардейскому движению бороться против большевиков только мы не знаем что с ним случилось дальше когда Иона Фон Устинов то есть сын в 22 году попадает уже в советскую Россию он ищет отца и он находит свою мать и сестру находит в Пскове живущих в крайней нищете и они ему говорят что папа умер в 20 году умер от голода считается что советская власть не хотела выпускать Тавиту и значит супругу и дочь Платона Устинова посадили их в тюрьму но выпустили потому что никто из них не знал ни слова по-русски но это в общем-то вот такая вот история то есть коллекция древности она осталась в Норвегии теперь эта коллекция она изначально очень-очень разнообразная что ее составляло но тут я попыталась на этом слайде как-то совместить все все те вещи которые в этой коллекции находились ну давайте буквально пробежимся мы каждый из этих тем сейчас еще вернемся это римское стекло то стекло которое появляется в первом веке до нашей эры в Палестине и характерно до конца византийского периода примерно римское стекло погребальные бюсты из Бейтшана они датируются третьим шестым веком примерно то есть это тоже получается конец римского начало византийского периода надписи из еврейского некрополя в Яфу тоже третий шестой век примерно эти надписи датируются обломки классической мраморной скульптуры из Ашкелона и Кейсарии это языческие города страны Израиля и в них как и во всех греко-римских городах процветала вот эта скульптура языческая надписи эпохи крестоносцев специфический очень шрифт многочисленные капители колонны другие архитектурные элементы саркофаги асуари и также керамик то есть всего считается что было в коллекции около пяти тысяч экспонатов довольно много теперь когда эта коллекция оказалась в Норвегии ее не очень стремились исследовать тем не менее в 1920 году вышла первая книжечка небольшая тоненькая книжечка по Ульсона скульптура в коллекции Устинова и вот мы сейчас с вами несколько вещей из этой книжечки посмотрим первая вещь которую мы с вами видим это статуэтка высотой всего 37 сантиметров бронзовая статуэтка по всей видимости из датируется она 9-8 веками до нашей эры там же в этой книжечке у Ульсона первый раз упомянут мужской мраморный торс вот этот вот очень интересный на самом деле торс мы к нему с вами еще обязательно вернемся и попробуем его рассмотреть более подробно торвежские покупатели хотят коллекцию Устинова распродать и проводят аукцион где-то в конце первой мировой войны но покупают предметы из коллекции неохотно что покупают покупают именно мраморные скульптуры которые хорошо смотрятся в частных домах надо сказать что несколько вот этих покупателей они потом вернули музею в Осло музею и университету в Осло обратно свои покупки как бы пожертвовали назад в музей поэтому коллекция она более богатая чем она могла бы быть если бы все действительно распродали можно упомянуть две копии греческих оригиналов которые есть в коллекции мраморные это Юст Сафокла и Бруст Олимпиадора они находятся в Национальной галерее в Норвегии по всей видимости с какой-то римской виллы в Кейсарии тем не менее большая часть коллекции осталась непроданной и вот эти где-то около двух тысяч предметов они хранятся в Этнографическом музее возле ну что мы с вами еще в коллекции наблюдаем из греко-римской скульптуры считается что это голова Зевса найденная в газе сектор газа то что мы сейчас называем вот этот фрагмент он в коллекции Устинова он упомянут как раз таки в работе Поусона и считается что это точная копия Зевса от Триколли большой бюст которого стоит Ватикань вот этот с правой стороны моего слайда рисуночек это как раз таки Зевса Триколли четвертый век до нашей эры находится он в Ватикане в музее Пио Клементина ну и мы видим соответственно сходство между вот этим полным изображением и этим фрагментом который был частью коллекции Устинов следующий греко-римский экземпляр это бюст Софопла вернее это не совсем бюст это герма считается что они найдены на одной римской вилле в Кейсарии может быть что это было украшение библиотеки специалисты искусствоведы говорят что неглубокая проработка волос неглубокая проработка волос и бороды указывает на то что это римская копия и она была сделана в первом веке нашей эры вот оригинал с правой стороны как и в прошлый раз на слайде у меня с правой стороны оригинал а это вот то что предмет из коллекции устинов то есть римские и греческие скульптуры они очень часто копировались и в копиях мы видим как правило чуть-чуть хуже качество да но схожие элементы схожие элементы это сафок следующее это вот олимпиадор олимпиадор и тот портрет который сначала был в коллекции устинова это единственное сохранившееся вообще изображение этого вождя греческой армии олимпиадор он жил у нас в 307 280 году до нашей эры то есть это совершенно редкий портрет он вообще единственный то есть бесценный совершенно памятник еще одна очень интересная голова это портрет римского мальчика высота совсем небольшая 20 сантиметров и мы видим что здесь поврежден подбородок и нос что здесь интересно интересно вот этот интересный элемент это косичка которая огибает голову мы с вами с такими косичками знакомы из египетской культуры вот вы видите здесь у мальчика тоже есть какая-то косичка как правило на египетском искусстве такая косичка на лице она означала что мы имеем дело с совсем маленьким человеком то есть с ребенком это как бы символ того что ты еще не перешел во взрослое состояние но здесь немножко по-другому здесь более интересная коса нам опять же говорят специалисты что это необычная форма детского локона или локона гарпократа а это прическа свойственная детям которые были посвящены культу Исиды и есть еще две головы из римского мира скульптуры из римского мира с такой прической одна находится в музее римской бани видимо музее бани Вискусиана в Риме а другая находится в коллекции лорда Ликонфильда мы идем дальше вот еще одна интересная тоже голова вероятно из Сирии из Пальмиры ну и кого она изображает мы в общем-то не знаем это тоже из коллекции Устинова то есть мы с вами пробежали сейчас посмотрели около десятка греко-римских памятников теперь мы с вами можем поговорить о том как эта коллекция выглядела в конце 19 века когда ее посетил Конрад Шик я так понимаю что Конрад Шик и Платон фон Устинов общались оба говорили по-немецки имели немецкое гражданство исповедовали протестантизм у них было много общего и вот как-то раз значит в 1894 году Конрад Шик посещал коллекцию Устинова и написал после этого небольшую статью когда я был в Яфу я нанес визит барону Устинову и он был достаточно любезен чтобы показать мне свою коллекцию живых попугаев которых я насчитал 20 разных видов привезенных из разных стран очень разных по размеру также различные виды птиц и даже фламинго и пеликаны но древности привлекли мое внимание больше чем все это и на самом деле тоже 19 век конец 19 века здесь у нас свойственен ему интерес ко всяким редкостью известно что коллекционеры помимо древности собирали интересные плоды ракушки засушенные чучела животных и рыб то есть это все в общем-то свойственно было коллекциям конца 19 века ну и вот живых живых птиц собирал Устинов тоже видим что у него есть фламинго пеликаны и 20 видов попугаев не 20 попугаев а 20 видов попугаев то есть соответственно попугаев там было гораздо больше ага ну вот попугай разные виды читаем дальше статью Конрада Шика кроме того значит в коллекции Устинова очень много интересного и много надписей и он сказал мне что большинство из них было скопировано а некоторые опубликованы по французской газете ревью библийок изданы доминиканцами так что было бесполезно копировать их снова но все еще есть неопубликованные экспонаты поэтому я измерил и скопировал некоторые из них и о них сейчас расскажу и тут он упоминает несколько саркофагов которые стоят в саду Платона Устинова саркофаги колонны капители в том числе в том числе вот 4 саркофага он упоминает но приводит картинку только одного из них к сожалению вот первый саркофаг большой и тяжелый размеры его приводят в футах 7 футов это около 2 метров с копейками чуть-чуть больше 2 метров и он упоминает что саркофаг был найден несколько лет назад в небольшой деревушке Даниэл недалеко от Рамли на нем нет надписи и никто не может сказать кому он принадлежал так как картинки саркофага нет больше мы с вами ничего про этот саркофаг сказать не можем к сожалению следующий саркофаг второй гораздо меньше и менее массивный но без крышки очень красиво обработан сбоку имеет три прекрасных резных орнамента его нашли в окрестностях яхты третий саркофаг недавно был обнаружен в пар Джинис это небольшая деревенька между Лиддой и Иудией Лидда это лот довольно короткий внутри всего 5 футов в длину и 2 дюйма 2 фута извините в ширину и тут он приводит вот этот рисунок смотрите на рисунок с левой стороны слайда и также надпись что была на этом саркофаг он упоминает о том что саркофаг внутри вырезан не ровно а с наклоном посмотрите пожалуйста я сейчас показываю эту линию линию наклона и что саркофаг был по всей видимости разделен на секции вот видите здесь есть направляющие секции чтобы можно было туда вставлять вероятно деревянные перегородки конрад шек упоминает что платон устинов считает что это был гроб христианского епископа поскольку епископов часто хоронят сидя или полусидя изготовление несколько грубоватое но в целом довольно массивное откуда платон устинов берет что епископов хоронят сидя или полусидя нет у меня никакого представления это на самом деле что-то такое с чем я сталкиваюсь в этой статье первый раз ну и четвертый саркофаг очень красивый обычного размера и некрупный по бокам нет орнамента на одном торце изображена четырехлиственная розетка на другом животное газель или косуля но опять же картинок у нас с вами нет поэтому о чем-то более подробно говорить не приходится теперь мы с вами переходим к надписям надписи которые были в коллекции Устинова плита с латинской надписью там мы с вами все еще разбираем ту статью которую написал он родшик про коллекцию Устинова оборон недавно получил ее из-за шкелона и перевел мне магистр Филипп член палаты короля Англии построил от ворот до ворот о чем мы с вами здесь можем говорить надпись периода крестоносов на латыни скорее всего скорее всего она нам говорит об укреплении до Ашкелона об укреплении Ашкелона упомянут магистр Филипп и Конрад Шик предполагает что это тот же самый Филипп де Абиньи который покоится у нас перед входом в храм гроба господня может быть кто-то из вас знает и слышал что перед входом в храм гроба господня лежит надгробная плита Филиппа де Абиньи следующий слайд экспонат коллекции очень странная вещь я нашла вот такую ее фотографию на сайте университета Узла Конрад Шик описывает ее так это глыба из твердого камня красноватого цвета на котором вырезана фигура женщины с двумя крыльями руки и ноги вместо пальцев заканчиваются рыбьими хвостами рядом с ногами на верхней стороне надпись ИХТИС а на обратной стороне более длинная греческая надпись что это такое могло быть кто это не подделка ли это в общем тут нужно конечно комментарий большего специалиста следующий экспонат это каменный диск найденный также на приморской равнине с эмблемой солнца с обеих сторон согласно объяснению ворона он использовался при поклонении богу солнца богу солнца или валу он сделан из твердого камня но после долгого использования значительно сгладился дальше вообще начинаются интересные очень забавные экспонаты вот такие вот мыши значит Кунар Шик пишет у барона около полудюжины существ сделанных из металла белого цвета и серебра от тверже олова или цинка они были найдены крестьянами в земле филистимлян и представляют собой мышей когда я их увидел мне сразу пришла в голову цитата из книги царств фигур фигуры эти не сплошные а рельефные выдавленные из плоского куска металла у них нет хвоста но есть отверстие в которое можно закрепить веревку чтобы подвесить фигурку в качестве амулета какую цитату из книги царств вспомнил Конрад Шик когда он разглядывал этих металлических мышей в коллекции Платона Устинова я посмотрела первую книгу царств написанный стих и там мы с вами читаем и сказали они какую жертву повинности должны принести мне сказали по числу владителей филистинских пять наростов золотых и пять мышей золотых и в оказь одна на всех вас и на владителей ваших и так сделайте извояние наростов ваших и извояние мышей ваших опустошающих землю и воздайте славу Богу Израилеву может быть он облегчит руку свою над вами и над богами вашими и над землей вашей речь идет о той истории которая приключилась когда филистинляне отвоевали у Исраэля у сынов Израиля ковчег завета и привезли его в землю филистинскую и на них сразу же начали падать разные бедствия вспоминайте какие-то наросты у них на теле выросли мыши поели их посевы и вот когда филистинляне спросили как им избавиться от этих бедствий то вот такой ответ они получили от израильтян пять наростов золотых и пять мышей золотых вот Конрад Шик когда рассматривал этих мышей он вспомнил стих про пять мышей золотых только тут они были не золотые а из какого-то непонятного металла вероятно он предположил что это могли быть те самые мыши но мыши эти в коллекции Восла не присутствуют к сожалению так что проверить их теперь уже нет никакой возможности где потерялись мыши куда они убежали осталось загадки следующая очень интересная фигура опять же из статьи Конрада Шика это металлический такой стержень достаточно плотный змея держащая какую-то жемчужинку во рту или может быть даже это не змея а змей вернее или дракон и опять же Конрад Шик вспоминает что это вполне может изображать посох Моисея опять же никаких посохов Моисея у нас в коллекции Платона Устинова Восла не присутствует поэтому дополнительный научный анализ этого экспоната невозможен ну и вот тут мы с вами добираемся до обмена который произошел между университетом Осла и Израильским управлением древности в коллекции Платона Устинова оказалось очень много надписей эпиграфии эпиграфических надписей из кладбища Абу Кабир в Яфо 42 надписи туда попали и некоторые из них Израиль признал своим национальным достоянием просто потому что люди которые упомянутся на этих надписях они известны в истории и Израиль запросил университета Осла эти надписи вернуть назад университет Осла пошел на переговоры и часть надписей вернулась на родину семь надгробий вернулась в Израиль но был заключен договор об обмене то есть в обмен на эти семь надгробий университет Осла получил два погребальные бюста четыре фрагмента свинцового саркофага асуарий ну еще какие-то вероятно мелкие мелкие предметы предметы выбирала лично профессор Илона Скупинская Лавсет которая написала диссертацию про керамику в коллекции Платона Устинова там у них в Норвегии и вот так семь надгробий вернулось в Израиль я так понимаю что они сейчас у нас либо в музее Израиля либо в музее древности старого Яфа находятся эти семь надгробий какие это были надгробия ну вот сейчас мы с вами часть из них посмотрим мы с вами говорили что в коллекции Устинова не менее 42 надгробий из исторического еврейского кладбища в Яфу ну вот такая вот пластинка вот видите с левой стороны размеры ее небольшие написано на греческом и внизу приписано вот здесь внизу написано на иврите это вообще характеризует все эти явские надгробные плиты что евреи Яфу 3-6 века великолепно владели греческим а иврит потихонечку забывали ну или считали что все равно так как местное население говорит и пишет по-гречески то лучше писать на надгробиях по-гречески место отдыха матери Абудемуса Самуила и Зинона их семьи их сестры и пятерых членов семьи Кочетой шалом Абудемус вот шалом Абудемус внизу написано как раз таки на иврите остальная вся надпись на греческом вторая надпись Аллафта сын Хуаноса очень странное имя для иудеев 3-6 века Хуанос такое имя скорее мексиканское как из мексиканского сериала тем не менее вот такая вот надпись шалом Аминь шалом Аминь это вот на самом деле аббревиатуры то есть расшифровывают вот эти две буквы вот это шалом маленькая такая шин с левой стороны и вот здесь вот Алиф означающая вероятно Аминь еще одна очень интересная надпись на самом деле то то кладбище еврейское которое найдено у нас в районе Абукабир в Яв оно от древнего Яв находится на достаточно большом расстоянии там больше километра до древнего города это на самом деле очень интересно и очень сложно понять потому что кладбище обычно прилегали к древним городам вплотную но об этом мы с вами можем еще поговорить попозже тем не менее встал вопрос относится ли это кладбище к Яфу может быть он относится к какому-то другому городу который был поблизости или это сборное кладбище всех окрестных городов например и вот тут мы находим надпись я Саул купил эту гробницу в Яфу у Баруха сначала мы похоронили Саула и Сунтилику тут видимо идет речь о двух разновременных надписи сначала хозяин гробницы пишет что он купил эту гробницу в Яфу у Баруха таким образом решается вопрос о том что кладбище в Абу-Кабир относится к Яфу а не к какому-то другому поселку или городу и уже потом видимо его дети пишут о том что они похоронили в этой гробнице своих родителей сначала мы похоронили Саула и Сунтилику то есть отца и мать следующая надпись надпись Абу-Мари 7 частей белой мраморной плиты до 7 фрагментов надпись упомянута еще в работах Лермона Гану и украшена она пальмовой веточкой местонахождение некрополь Яфа надпись звучит так Абу-Мари сын Аха Левит из Бавилона пекарь на самом деле нам остается только мечтать археологам израильским и гидам чтобы все погребальные надписи были такие как это потому что здесь все четко ясно предельно много информации человека звали Абу-Мари его отца звали Ах он был Левит из колена Левия соответственно то есть служитель храма он происходил из Вавилона жил в Вавилоне какое-то время вероятно и он был по профессии пекарь то есть вот такого сразу же комплексного понимания каждого человека нам очень редко редко такая информация в руки археологам израильским попадает как здесь следующая надпись эпитафия Бениамиса сына Иосифа и Ам-Бумара Бениамис сын Иосифа и Ам-Бумары шалом ну вот предельно кратко написано на сайте университета Осло что барон фон Устинов купил этот камень у торговца и позже установил что он был найден в микрополе Яв Бениамис это форма имени Бенджамин та самая которая использована в трудах Иосифов и Лави ну и вот пожалуй самая знаменитая из надписей коллекции Устинова вы видите что надпись на иврите она выгравирована на табличке с ручками то что называется табула ансата табличка с ручками знаменитая форма которые всегда пишутся древние надписи как правило не всегда как правило и написано на этой табличке это место захоронения Юдана сына Раби Тарфона Бейраби да упокоится его душа и благословит его память шалом почему нам с вами так важна эта надпись потому что Раби Тарфон он вообще раввин который упомянут у нас в Талмуде такое достаточно интересное историческое лицо был членом третьего поколения мудрецов Мишны которые жили в период между разрушением второго храма и падением Бейтара во время восстания Барковбы один из ведущих религиозных ученых из школы в Явне в ранней юности служил во втором храме успел видеть храм второй храм когда он еще стоял до разрушения кроме того возможно что учителем Раби Тарфона был Раби Йоханнен Бензакай знаменитый тоже основатель этой самой школы в Явне и Раби Тарфон жил в Лоде вот видите а его сын был похоронен в Явне как мы выяснили это вот очень-очень важный памятник я так понимаю что его как раз экстрадировали на родину он должен находиться у нас где-то в каких-то наших музеях израильских нужно уточнить где он находится по одной из версий этот Раби он был казнен римлянами после подавления восстания Барковы ну и помимо надписей в могильнике в Яфу находят очень много разных предметов быта ну и вот часть из них это вот такие вот интересные плетеные стеклянные сосуды считается что это предметы которыми пользовалось высшее сословие исключительно то есть это исключительно дорогие вещи и в данном случае вот эти сосудики сдвоенные это для косметики то есть для туши для помады для духов если такие предметы находят в захоронениях то говорят что возможно это было захоронение женщины потом в дело вступают антропологи исследуют косточки до которой найдены и тогда уже можно о чем-то говорить более конкретно кроме того вместе со стеклом и вот этими статусными вещами очень часто в захоронениях в Яфа в Ауву Кабир находят вот такие вот лопаточки и несколько из них присутствуют также в коллекции Устинова это вероятно лопаточки для углей для благовоний тоже использовались и вот следующая вещь это мы с вами перепрыгиваем буквально через 10 веков и оказываемся в эпохе крестовых походов каменная плита разбитая на 4 фрагмента правая часть средневековой латинской надписи строительная надпись о восстановлении стена Шкелона Ричардом Двиное сердце вот тоже она у нас находится сейчас к сожалению в Осло а не в Эррес Сраэль следующая табличка вообще очень интересная и тоже относится к периоду крестоносцев давайте мы посмотрим текст здесь очень плохо видно я перелесну слайд и потом вернусь назад вот это ее прорисовка табличка на на латинском из Ашкелона это опять же эпохи крестовых походов и здесь это эпитафия на смерть Хьюго Соломонис магистра тамплиеров датируется она по всей видимости серединой 12 века и здесь перечислены личные личные качества Хьюго он был осмотрительным как маршал храбрым как воин ужасным как враг и скромным как монах считается что это очень-очень редкая надпись тем более что это самое-самое начало ордена тамплиеров и поэтому в общем-то вот эти качества они дальше закрепились и как бы это был идеал рыцаря осмотрительный как маршал храбрый как воин ужасный как брак скромный как монах то есть это очень интересное тоже очень интересный памятник следующий экспонат это колонна я к сожалению не нашла хорошие ее фотографии но тем не менее я вам сюда поставила файл кадр это прорисовка надписи на колонне она на греческом и она очень ранняя то есть мы с вами опять отматываем назад в истории и возвращаемся к римскому периоду надпись попала в коллекцию Устинова из Ашкелона и значит принесли ему арабские крестьяне продали ему этот камень но понятно что они не могли точно охарактеризовать откуда это и что это вот французский археолог Клермон Гануй думал что это надпись из Лода но в 1958 году нашли другую такую колонну с аналогичным текстом в Ашкелоне в Аль-Джуре и сравнили значит практически идентичные надписи идентичные колонны значит обе колонны из Ашкелона надпись такая в 12 году правление императора Цезаря Камода Антонина Августа в первом семестре председательства Аполлодота сына Милитада возвел здание а вторая надпись практически такая же в 12 году правление императора Цезаря Камода Антонина Августа во втором семестре председательства Аполлодота Син Милитада нет только возвел здание во второй надписи нет Что такое Эльджура? Эльджура или Альджура – это палестинская деревня. Она расположена в границах современного Шкелона, примерно в двух километрах к западу от Мадждала. В 1945 году проживало около 2400 мусульман. Эта деревня в ходе войны за независимость была захвачена бригадой Гевати и обезлюдила. Население бежало, по всей видимости, в Азу. По крайней мере, есть данные о том, что нынешний основатель и духовный лидер организации ХАМАС Ахмед Ясин родился в этой самой Эльджуре. По современным оценкам, у этих 2400 жителей села Эльджура на сегодняшний день есть 17 тысяч потомков. Это то, что касается Эльджуры и какого-то здания, которое там было построено в римские времена. Какое-то здание, очень сложно сейчас сказать. Теперь это профессор Лас Берцелли, который держит в руках один из погребальных бюстов, характерных для коллекции Устинова. На самом деле, у нас в коллекции Музея Израиля есть 14 таких бюстов. Так вот, могу вам рассказать, что в коллекции Платона Устинова их гораздо больше, чем в Музее Израиля. Но давайте мы сейчас эти бюсты посмотрим. Это погребальные бюсты. Они датируются у нас третьим веком нашей эры. И, по всей видимости, это подражание пальмирским погребальным бюстам, но на нашем местном уровне. Как правило, они все найдены в районе Бейджана и окрестностей. Вот их довольно много. Тут есть и мужские, и женские. Они в разной степени детализированы. В принципе, работа, конечно, очень грубая, но и сам камень не позволяет тонкую обработку. Тем не менее, здесь есть явное стремление к какой-то личной схожести с умершим. И эти бюсты, они занимают, вообще несколько этих бюстов занимают видное место в экспозиции археологической в Музее Израиля. Какое место они занимают в коллекции Устинова, экспонируются они там в Музее Осло, или они стоят в запасниках, об этом ничего сказать вам не могу, к сожалению. Вот, например, есть такие вот раз, два, три, вероятно, женские бюсты. Ну, а пальмирские у нас в Музее Израиля, если я правильно помню, нет ни одного, а в коллекции Устинова, вот они, пальмирские портреты, такие присутствуют. Вы видите, что эти, вот эти, да, они, в общем-то, исходят, вероятно, из этих. То есть эти гораздо более высокой техники обработки. Пальмирские портреты. Ну, еще кусочек скульптуры. Вот этот кусочек, он из коллекции Устинова. И по аналогии мы можем сказать, что это, вероятно, Гелиос. Вот в новом археологическом музее Берлина есть колоссальные статуи бога солнца Гелиоса. По аналогии, да, мы можем сказать, что это то же самое. Пускай, в коллекции Устина. Теперь это ноги Геракла. Откуда мы это знаем? Это история с одним из подвигов Геракла, когда он победил льва. Левая нога покрыта, значит, вот тут вот левая нога этой скульптуры, она опирается на какую-то подставку, а подставка покрыта львиной шкурой. Мы просто не видим этот экспонат с другой стороны. Это та фотография, которую я нашла на сайте музея Восла. Вот это львиная шкура, на самом деле, которая свисает с этой подпорки. Окей, давайте мы с вами немножечко перейдем к выводам. Вот основные какие-то экспонаты из коллекции Устина вы посмотрели. Мы сказали, что в этой коллекции еще огромное количество керамики. Про керамику я вас отсылаю к книжке «Палестинская керамика» в коллекции Устинова, которую написала, это была ее диссертация. Так, имя у меня выпало. Польская исследовательница. Так, хорошо. Я вернусь, потом будут вопросы и точно вам скажу, как ее зовут. По ее имени это все прекрасно находится. Ну, в общем-то, это тоже касается керамики. А все основные крупные предметы мы с вами сейчас посмотрели. Откуда все эти скульптуры? То есть мы с вами видели, что есть из Пальмиры, из Ашкелона, из Кейсарии, из Бейджана. Почти ничего нет в этой коллекции из Иерусалима. И вот мы с вами можем отослать, отослать к источнику. Это у нас с вами Аким Алексеевич Лесницкий, киевский профессор, который приезжает на Святую Землю в командировку для повышения квалификации в 1874 году. Он прожил здесь почти целый год, написал два тома, которые называются «Святая Земля». И эти два тома – это 1200 страниц текста. И вот там есть очень интересные данные. Вот можем сочетать. В настоящее время для новых построек жители Явсы привозят материалы за развалин городов Кейсарии и Ашкелона. Этим последним городам принадлежит валяющийся на Явской набережной и у фонтана Абу-Набуд шесть гранитных колонн, а также большая красивая капитель, лежащая у входа греческой церкви и несколько других кусков колонны капителей, валяющихся на улицах. Когда назад тому несколько лет нужно было исправить Явскую набережную, за материалом обратились к той же Кейсарии. Один из фонтанов на Явской дороге сделан из саркофага, найденного в Ашкелоне. Вот это источник, на который мы можем опираться, откуда мы понимаем, взялись в коллекции Платона Устинова все эти скульптуры. Кроме того, мы можем изучать коллекцию Платона Устинова по аналогии с еще одной очень важной коллекцией. У Платона Устинова был сосед и тоже русского происхождения, архимандрит Антонин Капустин, который тоже собирал древности. Составляют коллекцию Антонина Капустина все те же древности, которые мы видим у Платона Устинова. То есть, опять же, в коллекции Антонина Капустина есть вот этот бейджанский бюст, есть римское стекло, есть надписи из некрополя Бабу Кабир в Яфу. В общем-то, эти две коллекции, их можно изучать параллельно, чем я в последнее время и занималась активно. Еще одно очень интересное исследование, у меня немножко тут не хватает, я вижу уже времени на него, но я просто пробегусь очень быстренько по этой своей гипотезе. Я нашла в коллекции Платона Устинова вот этот бюст, мы его с вами уже видели и обсудили. Теперь в коллекции Антонина Капустина есть у нас с вами другой подобный бюст, и я стала думать, что эти два бюста уже очень похожи друг на друга, может быть, они составляли когда-то одну скульптурную группу. Теперь не так давно, в 2017 году, известный израильский археолог Питер Генгельман нашел в Кейсарии виллу Диаскуров, и там была найдена нога статуи, вот с лошадью вот эта нога. Я вам скажу сразу, что если эту ногу совместить с вот этим бюстом из коллекции Устинова, вероятно, они совпадут идеально. Значит, у меня появилась версия, что эти два бюста и эта нога были когда-то одной скульптурой, и если вы внимательно посмотрите вот сейчас сюда, куда я показываю курсором мышки, вы увидите, что здесь на бедре у статуи из коллекции Устинова есть небольшой выступ. Теперь вот внимательно посмотрим с вами на вот эту скульптурную группу. Вы видите, что здесь на бедре есть рука, и, в общем-то, вероятно, этот выступ, он как раз остался здесь от руки, которая сюда упиралась. Я могу предположить, что в Кейсарии, на этой самой вилле диаскуров, раскопанной Питером Кендельманом, когда-то стояла статуя или две статуи, изображающих диаскуров Хастера и Полукса или Хастера и Полидевка. Кейсария, которые в Кейсарии, в общем-то, были связаны всегда с пасынками императора Августа, Друзом и Тиберием. Они плотно очень с ними ассоциировались, и культ императора Августа, он, в общем-то, здесь процветал во времена Ирода Великого и последующей его династии. Вот по реконструкции Питера Гендельмана вот такой вид имела вилла диаскуров в Кейсарии. Могу вас послать к его статье, отправить к его статье, почитать ее. Это вот в журнале «Кадманиот» 153. В 2017 году эта статья вышла. Ну и, наверное, на этом на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Если есть вопросы, я буду рада их от вас услышать. Илья? Я тут, я тут. Спасибо огромное. Нет, я тут с интересом слушал. Очень-очень-очень любопытно. Это довольно такой сырой еще материал, на самом деле, потому что я первый раз эту лекцию сегодня рассказывала. Спасибо. Материал колоссальный, его очень много. Но, конечно, я чувствовала, что он еще требует доработки. Нет, правда, очень интересно. А я вот хотел вас спросить, как вы вообще, ну что ли, вышли на этого оборона Устинова, как, в принципе, заинтересовались темой, по аналогии с вашим исследованием о коллекции Антонина Капустина, или как? Вот ваш личный интерес. Да, да, совершенно верно. То есть я, когда исследовала Капустина, мне стало интересно посмотреть, чем занимались другие известные коллекционеры его периода, как они общались, менялись ли они предметами. Ну, что-то в этом роде, да. И тогда уже я заинтересовалась с Платоном Устиновым. И вот это то, что из этого получилось. А подобных коллекционеров было много в то время? Или это все-таки были единицы? Я так понимаю, что каждый уважающий себя библейский исследователь того времени, до конца XIX века, составлял какую-то свою небольшую коллекцию. И каждый зависел, в общем-то, от тех средств и возможностей, которые были в его распоряжении. У Платона Устинова, например, этих средств было очень много. И он довольно широко их так и легко с ним их разбрасывал. То есть он легко расставался с деньгами. Об этом все пишут во всех источниках. Для покупки таких древностей. Единственное, что проблема в исследовании коллекции Устинова, то когда мы с вами читаем про коллекцию Капустина, у нас есть замечательные дневники Антонина Капустина, где так или иначе эти древности упомянуты. А Платон Устинов ничего не писал, к сожалению. Поэтому остается, в общем-то, о многих вещах только догадываться. Какова была вероятность, что часть его коллекции это все-таки подделки? Потому что мы знаем, что в то время подделки уже, так сказать, были очень активно предлагаемые иностранным коллекционерам. Что подделки были во все времена. С того момента, что есть люди, есть подделки. Подделки есть во все времена, но, в общем-то, в коллекции Антонина Капустина подделок великое множество. Причем совершенно разнообразных. Когда ты не ожидаешь совершенно, что это может быть подделка, а это она, об этом мне могут сказать только специалисты по какому-нибудь очень редкому древнесирийскому языку под виду арамейского, о котором я вообще в первый раз слышу от их, значит, из их уст. Точно то же самое, вероятно, можно сказать и про коллекцию Устинова. То есть есть какие-то вещи, которые есть смысл подделывать. Как правило, это вещи какие-то маленькие и ценные, которые потом можно легко перемещать с места на место, выгодно продать, сделать их дешево, а продать их дорого. Это как бы основная вещь, когда имеет смысл делать подделку. Если же мы видим что-то большое и тяжелое, очень маловероятно, что это подделка, потому что эта вещь требует большого труда, на которую, как правило, вот эти все мастера, так сказать, не готовы. То есть надписи, огромный саркофаг, никто подделывать не будет, так скажем. Надписи эпохи крестоносцев, которые там тоже 20 строк текста, вряд ли кто-то будет подделывать. Просто трудозатраты, они не окупятся. А потом у нас с вами в Яфу есть замечательный рынок, который сейчас называется Шука-Пешпешим, рынок всякого старья. И я так понимаю, что этот рынок, это тот, та деточка, которая осталась от рынка, который был в Яфу в 19 веке, это все тот же рынок. И очень часто вещи покупались именно там. Как они на этот рынок попадали, вот мы у Алисницкого читаем, что их привозили из развалинки Сарии и Ашкелона. То есть это были такие полуиндустриальные там расхопки, которые имели свои цели просто кто-нибудь откопать. Просто там строительный материал и среди строительного материала иногда попадались скульптуры, только скульптуры. Что там еще продавалось, в общем, остается только догадываться. Все, что угодно могло продаваться. Ну а скажем, есть какая-то информация, что Устинов пытался продать свою коллекцию, к тому же Капустина или Русской миссии или еще чего-то. Понятно, что он ехал попозже, но чем даты жизни Архимандрова и Капустина. Есть несколько экспонатов, на которые я наталкиваюсь в разных источниках, которые, например, тот же Конрад Шик или Клермон Гано называют экспонатами коллекции, допустим, Устинова, а я нахожу их у Капустина. И наоборот. Я просто не не обратила внимания сейчас в этой лекции на эти экспонаты. То есть я от этого не указала, но это есть. То есть какие-то отношения у них были? Какие-то отношения у них были, но нигде пока что я на это в дневниках, например, Натанина Капустина не натолкнулась. На самом деле я читала дневники Капустина только где-то до 1881 года. С 1981 до 1994. Есть еще 13 лет, которые я не читала. И поэтому, может быть, что оно все там скрывается. Хорошо. Друзья, если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, поднимите руку. Я включу вам микрофон или присылайте в чате. Ольга, есть ли предположения, куда подевались вот эти вот предметы, о которых пишет Конрак Шик, но которые не находятся сейчас в коллекции Осло? На самом деле. Во-первых, есть предположение у меня, что просто в музее Осло не все отфотографировано, не все выложено в сеть. То есть вполне может быть, что что-то у них там еще лежит необработанное. Это одно из предположений. В музее Осло есть каталог, который был каталогом для, составленным для аукциона. Но вот мне пока не удалось никаким образом с этим каталогом ознакомиться. Если удастся, то там наверняка есть полный список, настолько полный, насколько вообще может быть, этой коллекции. Может быть, там мыши обнаружатся. Да, это было бы любопытно. Кроме того, интересно было бы почитать в каких это источниках можно поискать. Я где-то наталкивалась на идею о том, что перед тем, как упаковать свою коллекцию, заделила корабль... Проблема со звуком, извините, пожалуйста. вас не слышно. Да, 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 сейчас. Так, так, раз, раз, раз. Слышно? Да, так вот я наталкивалась в одном месте, в одной статье норвежской на такую версию, что часть коллекции Устинов продал здесь, прежде чем упаковать ее, погрузить на корабль и отправить в Норвегию. Так что, может быть, что-то у него купили уже местные коллекционеры на тот момент. Он последние годы испытывал проблемы с финансами, мы с вами об этом упоминали. Да, да. Так что, может, он начал бы распродавать по чуть-чуть здесь. Да, это было бы очень любопытно узнать на самом деле. Друзья, у кого-то я имею поднятую руку, но она тут же исчезла. Видела Инна Мумблат. Инна Мумблат, хорошо. Сейчас мы попросим ее включить в микрофон. Да, Инна, пожалуйста. Я вопрос не задавала. Это ошибка. Хотя слушаю с большим интересом. Спасибо. Спасибо большое. Никаких выставок с его коллекцией или еще что-то за это время пребывания предметов из его коллекции в университете Осло не проводилось. То есть, в общем-то, такой малоизвестный, малоизученный предмет, по сути. Малоизученный предмет. Выставка там была. Выставка была, но была временная экспозиция. И, по-моему, это сейчас все обратно перекочевало в запасники. Насколько я знаю. А вот вы когда говорили, что был устроен аукцион, но он расстроил организаторов аукциона, потому что никто не хотел покупать и за те деньги... Да, да, да. Покупали какую-то керамику немножко. то, что упоминает Илона Скупинская. Это имя теперь у меня вспомнилось. Илона Скупинской. Она занималась. Польский профессор коллекции керамики Устинова. Купили несколько вот этих статуй мраморных, но потом эти покупатели, они решили эти статуи пожертвовать назад. Как же его знаменитый там товарищ один был, который вернул назад несколько статуй в коллекцию после того, как он их купил. То ли они не вписались в интерьер его виллы, то ли он просто решил, чтобы его имя фигурировало, так сказать, в табличках в университете. Но так или иначе, он вернул эти статуи в коллекцию. Ну что же, может быть, это будет следующим вашим исследованием, следующим вашим проектом? Вполне может быть. На самом деле интересно. Очень интересно. Да, особенно когда вы рассказывали про эти статуи. Ну и, естественно, о предположении о мышах и о змеях, которые у вас в 45-46-е. Да, библейское тоже. Есть ли какие-нибудь этому параллели? Или это, скорее всего, такие подделки? Никогда я здесь ничего подобного не встречала. Вот это вот мадам тоже очень странная. Красная женщина с ангельскими крыльями и рыбьими плавниками. Очень странная, непонятная. Надо искать. Надо искать. Хорошо бы, конечно, поехать в Норвегию и походить в этот музей и потрогать, потому что эти предметы, они, в общем-то, требуют не картинок, а непосредственного участия, так сказать. Ну да. Ну, вот как-то так. Ну что, хорошо. Спасибо большое. Друзья, если у кого-то какие-то вопросы, пожалуйста, присылайте. Если нет, тогда мы Ольгу благодарим за совершенно замечательную лекцию, потому что такие какие-то очень нишевые темы, они действительно необычайно интересны, потому что где еще, как только в таких лекциях о них, в принципе, узнаешь, это тоже часть истории Святой Земли и части России. И много во всех направлениях, видите, она расходится, эта коллекция, ты начинаешь искать, как крестоносцы дожили, какие у них были параметры, какой император в Ашкелоне римский там что-то встроил параллельно. То есть ты сразу же изучаешь не какой-то один период, а массу-массу разноплановой информации и пытаешься ее совместить. Вот это прелесть изучения археологических коллекций. То, что все коллекционеры покупали, ну, то есть сметали все как пылесосы, грубо говоря, не особенно разбирая, это можно атрибутировать тем, что, в принципе, по теме они много не знали и не было... они все были любителями по большому счету. То есть все определялось на глаз буквально? Да. Да. Очень часто... Ну, вот если мы с вами говорим про Антонина Капустина, то он советовался со своим французским другом Шарлем Гермоном Ганой, писал ему письма, когда им... Или встал телеграммы, даже бывало, в Яффу. А тот находился в Яффу, Капустин в Иерусалиме, Капустин посылал телеграмму и с волнением ждал ответа, подделка или нет. История мне вспоминается, когда ему принесли кольцо с надписью чуть ли не кольцо царя Соломона. Да, все проходит, это пройдет. Ну, да, да, да. И вот он отправляет, значит, Депешу, Клермону Гану в Яффу, покупать или не покупать, подделка или нет. Ну, и ответ приходит, конечно, что кольцо подделка и покупать не стоит. Интересно. Ну что ж, спасибо большое. Саденька, спасибо вам. Огромное вам спасибо за ваше время. Друзья, спасибо, что вы пришли и что вы сегодня с нами. Наша следующая лекция будет в понедельник. Пожалуйста, следите за нашими анонсами на страничке в Facebook, а запись этой встречи будет выставлена на моем канале в YouTube. Оля, огромное вам спасибо, здоровья. И надеюсь... Спасибо огромное. Спасибо вам. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...